Друзья, всем привет! Я вас рад приветствовать на своем канале. Сегодня у нас будет небольшой видеоролик, посвященный камерам и системам видеонаблюдения Hikvision. А конкретно я отвечу на вопрос подписчиков, как настроить в камерах Hikvision. Конкретно будем рассматривать модель DS2CD2043 и еще одну поворотную, как в ней настроить email-уведомления. То есть камера пишет, получается, по движению. В приложении Извиз и в приложении, я отдельно вам покажу, Hikconnect, есть кнопка для того, чтобы вам в телефоне, в вашем смартфоне, в приложении всплывали пуш-уведомления о том, что происходит какое-то движение и камера вас информирует об этом. Но в приложении Извиз и Hikconnect невозможно настроить и включить рассылку фотографий с места события и чтобы в случае тревоги вам на почту, на электронную, приходили какие-то фотографии. То есть сегодняшний ролик посвятим буквально вот этой вот короткой теме, как в камере Hikvision настроить рассылку уведомлений на электронную почту. Заранее я к видео не готовился, запускаем браузер. В данном частном случае будем пользоваться хромом. Вот. Я вам сейчас покажу, откроем камеру одну из тех, что у меня есть, на которых это еще не настроено. Вот, скажем, локальная IP-камера у меня с IP-адресом на конце 21. Заходим в нее. Не ленитесь создавать пароли, чтобы ваша система была безопасная. Что-то картинка не хочет прогружаться, ну да бог с ней. Вот. Переходим на вкладку «Настройка». Это камера. Снимает достаточно с большой высоты, достаточно большую площадь, местность. В ней включена, я вам сейчас покажу. Включена стоит галка. Камера ведет запись по движению. То есть, в случае обнаружения движения, камера записывает это событие в хранилище. Но как же настроить рассылку на email почту вашу? Для этого нужно зайти в раздел «Сеть», «Дополнительные настройки» и здесь сконфигурировать вкладку «Email». То есть, это первое основное, что нужно обязательно сделать. Если вы это не сделаете, то у вас эта функция, в принципе, работать не будет. После того, как вы это все здесь заполняете, я вам сейчас расскажу, как заполнять, переходите на вкладку «По событию», «По событию», в раздел «Детектор движения», «Метод связи». И вот здесь вам нужно будет поставить галку «Отправить email» вам и нажать кнопку «Сохранить». Сейчас мы вернемся назад, я вам расскажу более подробно. Значит, сразу, пока находимся в этом меню, могу вам сказать, что в чем недостаток этой функции. Если вы вот сейчас поставите здесь галку и нажмете кнопку «Сохранить», и если у вас на предыдущей вкладке в сети все было настроено, то если у вас происходит очень много каких-то сработок, каких-то тревог, камера реагирует, она вам будет просто очень много сывать писем на почту, и ваша почта в конце концов повешается, если так можно выразиться. Она будет быстро сжирать батарейку вашего смартфона. Да и зачастую это просто не нужно. Но представьте себе, вы будете получать ежеминутно десятки писем. Вот, поэтому давайте чуть-чуть откатимся назад и начнем с самого начала. То есть я открыл камеру, посмотрим, она сейчас видна, нет? Вот перед вами включал, просмотр, нажимал кнопку, все было видно. Не знаю, может быть это связано с тем, что я веду запись с экрана еще. Ну не знаю, почему не показывает картинку, не знаю почему. Опять переходим в настройки. Что-то сегодня у нас как-то все медленно работает. Ну не обращайте на это внимания. Значит, заходим во вкладку «Сеть». Это первое, что вам нужно будет сделать. Доп настройки открываем. И здесь нужно открыть вкладку «Email». Для простоты, для простоты, я вам покажу, как выглядят эти настройки уже на той камере, на которой эта функция работает. Откроем соседнюю вкладку. Это будет другая камера с другим IP-адресом. Ну а на этом устройстве уже эти настройки будут выполнены. Соответственно, вы просто повторите за мной, и у вас все будет работать. Вводим пароль, логин. Заходим. Странно. Я не знаю, с чем это связано, но на этой камере тоже почему-то просмотр у меня не работает. Я не знаю, почему. Какой-то глюк системный. Вот только вот после того, как я включил запись с экрана, вот такая тема началась. Но неважно. Здесь просто была бы картинка подъезда, вы бы увидели, с какого ракурса камера снимает. Заходим во вкладку «Настройки». Повторюсь, ребят, вот эти две камеры с IP-адресом 18 и 21 – это обычные домовые камеры. Они работают и прямо сейчас ведут какую-то запись, и в то же время одновременно мы на них копаемся. Да, наверное, это все-таки вот эта вот утилита PowerDirector, которая ведет запись с экрана. Наверное, я думаю, это из-за нее такие тормоза происходят. Так, прогрузилась. Заходим на вкладку «Сеть», «Доп-настройки», «Email». И, как вы видите, здесь уже все настроено. Давайте быстренько по полям. Смотрите, я вам сравню. Вот вкладка «Камеры с IP-адресом 21», вот вкладка «18». 21, 18, 21, 18. Как видите, набор полей и свойств везде одинаковый. Соответственно, смотрите, вам что нужно будет делать. Обязательно, ну, желательно заполнить имя отправителя. Это любое текстовое имя. У меня, например, здесь написано название камеры. То есть в почте, когда я буду получать тревожное событие на почту, я буду видеть, что это от камеры вот такое. То есть я буду понимать, какое устройство мне это отправило. Дальше. Здесь нужно будет указать имейл-адрес, с которого вы будете вам высылать эти картинки. Забегая немного вперед, скажу, что это тот имейл-адрес, на который будет камера ваша самостоятельно заходить и подгружать в него, вкладывать в него сфотографированные изображения и отправлять вам далее на какой-то другой адрес. Соответственно, вам нужно завести будет заранее, заблаговременно почтовый ящик. Ну, вот, например, я завел вот такой вот незамысловатый почтовый ящик на сервере mail.ru. SMTP-сервер выбираем вот такой, smtp.mail.ru. Как видите, на предыдущей вкладке ничего здесь этого не заполнено. Ручками заполняете. Вот, кстати, настройки и все характеристики, в том числе smtp-сервер mail.ru, можно найти в свободном поиске в Яндексе, вам система поисковая все это покажет. Порт smtp выбираем 465. Шифрование почты выбираем SSL. Вот. Дальше ставим галку «Вложенное изображение» и интервал 2 секунды. Ну, как я сам разобрался, это интервал между фотографиями. То есть, при сработавании тревожного события, камера вам отправит на почту 3 фотки. Как, насколько я понимаю, 2 секунды – это интервал между их фотографированиями. Дальше ставите галку «Авторизация». Здесь вы в качестве имени пользователя вносите свою почту, которую вы создали. Это, еще раз повторюсь, это именно та почта, в которую будет заходить камера, из которой она вам будет делать рассылки. Соответственно, здесь пароль и подтверждение пароля от этой почты. Далее, ниже мы пишем получателей этих ваших тревожных сообщений. То есть, здесь можно имя получателя какое-то указать. Ну, вот я указал сам себя, Сергей, и указал в качестве получателя, тестового, свою, еще одну электронную почту. Соответственно, смотрите, возвращаемся на предыдущую вкладку. Вы видите, что здесь ничего этого не заполнено. Можно сделать несколько получателей. Соответственно, в случае срабатывания тревоги, сообщения на почту будут получать сразу несколько пользователей. Вот такие вот настройки, ребят, есть для каждого почтового сервиса. Будь то «Собака.мейл.ру» или «Яндекс.ру» или «БК.ру». Ну, то есть, для любого можно сделать настройку, и, соответственно, у вас будет это работать. Если вы, ребят, все правильно заполнили, нажимаете кнопку «Тест», вот, и, соответственно, вам на почту придет сообщение. Вот, ну, давайте сейчас я сначала нажму кнопку «Тест», а потом возьму в руки телефон, и мы одновременно с вами посмотрим. Пришел, получил я сообщение о тестовое линию. Ну, что же, жмем «Тест». Идет «Тестирование». Вот у меня сработала в телефоне вибрация. Тест пройден. Я нажимаю кнопку «Ок». Ребят, телефон. Заходим в почту, видим там сообщение. Отправитель подъезд 6, третий этаж. Заходим в него. Ну, соответственно, мы здесь видим, что это тестовое сообщение, которое было сгенерировано с нашей видеосистемы, собственно говоря. Далее нужно будет нажать здесь кнопку «Сохранить». Обязательно нажмем кнопку «Сохранить». Вот, переходим в раздел «По событию». Переходим в раздел «По событию». Здесь у нас уже стоит галка «Включить детекцию движения». Заходим в раздел «Метод связи». Метод связи. И жмем галку «Отправить email». И опять жмем «Сохранить». Все. Теперь в случае возникновения тревоги, мне на телефон будут приходить тревожные имейлы с вложенными фотографиями. Сейчас я здесь временно прерываю запись, и мы, ребят, с вами пойдем и посмотрим, значит, приходит ли ко мне что-то или нет на почту. Значит, здесь пока что ставим паузу и идем вниз, ребят. Так, ребят, запись пошла. Открываем приложение. Сразу настрою передачу данных, чтобы у меня не было, а не работал Wi-Fi. Открываем камеру, которую мы будем с вами тестировать. Вот она загружается потихонечку. Я иду в подъезде. Здесь связь не очень мобильная. Но вот, тем не менее, камера прогрузилась. Сейчас я, как только попаду в зону ее действия, она меня сдетектирует и должна, по идее, отправить мне на почту фотки, ребят. Вот я подошел к камере с небольшой задержкой. Вот она меня видит. Маячу перед ней. И вот, как вы видите, я получил сообщение на почту. Пока это все дело сворачиваю, перехожу на почту и вижу сообщение от камеры, которая расположена в шестом подъезде на третьем этаже. Причина Motion Detection, то есть сработка на движение. И вы видите, что камера мне присылает три фотки. Здесь написано событие, во сколько это произошло и так далее. То есть я нажимаю и вижу в себя, что вот я попал и был зафиксирован в качестве события. Но здесь у меня подтормаживает, ребят, интернет, поэтому не обращайте на это внимания. Вот таким образом это все работает. Ну что же, ребят, я вам продемонстрировал, как это происходит, как происходит настройка отправки email сообщений, как оно, собственно говоря, происходит. Но, а я же тороплюсь назад функцию эту выключить, потому что камера эта расположена в проходном месте. И еще раз возвращаясь назад, к сожалению, вынужден сообщить вам, что эта камера просто заспамит меня. Сообщений будет этих очень много, и если я буду находиться где-то не возле этих камер, не возле локальной сети, то эту функцию, не подключившись к камере локальной, я выключить не смогу. То есть еще раз, если пуш-уведомления я выключаю и включаю в приложении Извизг и Коннект, то эту функцию я могу включать и выключать только подключившись к камере. Вот. В настройках сети, в дополнительных настройках ничего можно не менять, не удалять, пусть она сохраняется. А на вкладке по событиям можно просто достаточно в методе связи снять галку. Потребовалось вам галку поставили, сохранили. Вы спросите меня, а зачем же тогда вообще такая функция, если там от нее спама может быть много и так далее. Дело в том, что часто камеры используются как охранные системы, именно как объемные датчики. То есть, например, вы ставите камеру в гараже или в какой-то закрытой квартире, в комнате, где нет света, где нет домашних животных, и в принципе не подразумевается там никакого движения. То есть камера стоит неделю, вас там нет неделю, и она не сработает, потому что у нее не будет повода. Ну, а если вдруг туда будет произведен несанкционированный доступ, откроются двери, кто-то вломится в гараж, соответственно, камера сработает на движение и отправит вам фотографии этого события. Вот именно для этого и нужно. К тому же, она делает это очень быстро, фотографии достаточно быстро улетают. Соответственно, если грабитель там какой-то, да, вандал камеру забирает, забирает карту памяти, забирает под мышку ваш видеорегистратор и так далее, то он не сможет забрать, конечно же, фотографии, которые камера вам быстро и оперативно успеет отправить на почту. Вот. Ну, а на этом, ребят, все. Обязательно ставьте камеры в свои дома, чтобы вам было жить безопаснее. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!